Сто восемь это магическое число, так же как 33, так же как 21, так же как 7, 9 и так далее. Которое, вот например 21, 21 раз, 21 день, это число завершенного закона. Вот это количество повторений помогает нам приобрести привычку. Сто восемь это тоже, скажем, волшебное такое вот количество раз, которое помогает нам менять нашу реальность. Это древние знания и они не принадлежат никакой религии. Если взять любую религию, то можно каждое действие в этой религии расшифровать как магическое. И любая религия брала вот эти древние знания и синтезировала под свое, под свои концепции. Поэтому, если мы разумны, то мы используем это в своей жизни, используем то, что у нас работает, то, что помогает. Если вернуться к цифре 108, то это определенное количество раз, которые помогают нам менять нашу реальность. Чи можем мы стверджовать, что если мы не повторяем свою мантру или афермацию 108 раз, то она не работает? Нет, я думаю, не совсем так. Скорее всего, здесь важно упорство человека, количество и время, на которое мы это тратим. Часто в своем опыте я статкиваюсь с таким моментом. Люди говорят, Маргарита, вот я повторяла, повторяю медитацию, а они не работают. Вот что мне делать? Это самый частый вопрос. То есть здесь нужно иметь упорство и терпение, потому что все мы разные, и до всех до нас доходит тоже по-разному. Минимум 3 недели, как раз примерно 21 день нужно, чтобы афермация начала работать. Но затем мы повторяем ее 21 день, 108, миллион раз, пока она не сработает. И я обычно своим клиентам рекомендую действовать до результата. То есть пока мы не поверим в это как данность, пока эта афермация не начнет работать, и внешний мир не даст нам обратную связь в виде уже материализованного желаемого. То есть материализация желания происходит, когда мы убедили свое безознательное в том, что вот это есть правда. Маргарита, я не знаю, как у вас там психология, но у нас на телебаченні есть определенные дедлайны. Вот ты мне скажи, пожалуйста, сколько времени, все-таки, часов, минимум и максимум, это хочу знать наших глядачей, так? Потребно все-таки повторювати, чтобы что-то сталося. Потому что это же может быть до века, понимаешь? И действительно, человек может через, я не знаю, месяц, два-три года сказать, ну, действительно, Маргарита, оно не работает. Я могу сказать, как эксперт, что примерно год нужно на работу над собой, тогда идут крутые изменения. То, что касается, например, афермации, то минимум 21 день, максимум до результатов. Все-таки я скажу так. Есть такое еще ощущение, которое, его нельзя пропустить. Когда мы долбим, долбим какую-то афермацию, повторяем бесконечно, и понимаем, что мы уже не можем ее говорить, что вот уже не здесь, а вот здесь, и все. То есть нам уже эта тема надоела. То есть мы уже столько усилий сделали, чтобы произносить, что-то делать, какие-то практики попадать, и мы понимаем, что все, все, что угодно, только не эта тема. То это так называемый момент отпускания, когда нам нужно действительно уже перестать это произносить, перестать эту тему, скажем, прорабатывать. Нам просто нужно расслабиться и отпустить. И все равно все сама сделает. Скажи, как распознать этот момент? Это момент, когда нужно просто отпустить, або мы находимся на кроке от финишу? Как мы понимаем, что нужно отпустить? Когда мы устали от этой темы, мы уже сделали все, что могли. И насыпает такой момент, когда мы говорим, я больше не знаю, что сделать. И тогда это момент отчаяния. Часто люди именно в этот момент отпускают, когда они понимают, что пора положиться на волю небес. Но вот эта пора приходит, когда уже есть ощущение полной безнадежности. Я уже не знаю, что сделать. Но все, Господи, как ты скажешь, так и будет. И тогда мы снимаем концентрацию внимания на этот тип, перестаем давать туда энергию и перестаем мешать этому желанию исполниться. И оно исполняется. Вот же мы можем, наверное, завожать своему обожанию, а бы оно сбылось.